Бессмысленно американский закон, вошедший в историю как поправка Джексона Веника, заменен США на список Магнитского. Это список невъездных в США чиновников наших силовых структур, который полностью не раскрыт. Эффект от него нулевой, но факт недружественной акции в отношении России налицо. В Москве, надо думать, составит свой список. На этом все и закончится. Драмы нет, но осадок остался. Куда интереснее другой американский сюжет. Как итог президентских выборов, в США активизировался сепаратизм. Так называемый «красный пояс», то есть традиционно голосующие за республиканцев Штаты, а это Техас, Луизиана, Северная Каролина, Алабама, Джорджия и Тенниси, собрали по 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения петиции о выходе из состава Соединенных Штатов Америки. Техас – аж 100 тысяч. Компании присоединилась и обычно продемократическая Флорида. Процесс пошел. Петиции размещены на сайте Белого дома в разделе «Мы народ». И теперь необходим официальный ответ с самого верха. В любом случае, это про то, что Америка после минувших выборов вступает в новую эру, когда некогда ценности меньшинств доминируют, а традиционно ведущее белое большинство переходит в оборону, вплоть до отделения. То есть результат этих выборов многими в Америке воспринят как насилие. Тем временем в Соединенных Штатах разворачивается еще одна интрига. Там допрашивают только что отставленного директора ЦРУ генерала Петреуса. Фильм о Джеймсе Бонде не столь смелый по сравнению с фабулой реальной жизни на вершине ЦРУшной иерархии. От совместного джогинга с дамой до секретных файлов компьютера-любовницы. Письма и признания, опровержения и назначения. Все это в материале нашего собственного корреспондента в Вашингтоне Александра Христиенко. Любовные похождения или интрижка на бегу. Все началось в Афганистане, где генерал Петреус каждый день преодолевал по 5 миль за полчаса. Это порядка 8 километров. Бегали за генералом многие журналисты, но темп выдержала только одна – Пола Бродуэлл. На ходу она еще умудрялась задавать вопросы. Она выросла в захолустье Северной Дакоты и, кажется, добилась всего. Учеба в престижнейшей академии Вестпойнт, военная карьера, богатый муж, дети. Я отправила Петреусу e-mail, сказала, что хочу приехать в Афганистан, написать книгу о его доктрине войны. Он особо не отреагировал. Тогда я взяла и просто приехала. Вот тут он обратил на меня внимание. Биографическая книга обернулась романом «Любовный пятиугольник». 40-летняя Пола Бродуэлл из чувства ревности начала посылать анонимные угрозы своей мнимой сопернице – 37-летней светской львицы Джилл Келли. Та тоже охаживала высокопоставленных военных. Келли обратилась к знакомому агенту ФБР, но он настолько увлекся ей, что был отстранен от расследования. Она же, как оказалось, вела оживленную переписку со сменщиком Петреуса, другим звездным генералом Джоном Алленом. За два года около 30 тысяч писем, по 42 сообщения в день. Их содержание, по словам следователей, напоминает скорее секс по телефону. В поисках любовницы Петреуса Полы Бродуэлл журналисты сбились с ног, а она оказалась совсем под боком в Вашингтоне. Скрывается вот в этом доме, принадлежащем ее брату Стивену Кранцу. Вечера в одиночестве с бокалом вина. Вечеринки в компании высокопоставленных офицеров разведки в прошлом. Дома в Северной Каролине Бродуэлл больше не появлялась. Зато там объявились агенты ФБР. Нашли документы с грифом «Секретно». Возможно и те, что касаются нападения на американское консульство в Бенгазе 11 сентября. Офицер ЦРУ в отставке Рэй МакГоверн, советник Рейгана и Буша-старшего, поражен. В чьих руках оказалась американская национальная безопасность. Любовница Петреуса еще до скандала в открытую заявила, что в консульстве была секретная тюрьма ЦРУ. Там были заключенные. И это, конечно, катастрофа. По двум причинам. Во-первых, откуда она это узнала? Неужели ей дали пролезть во все эти тайны? И второе, если там и правда была тюрьма, то это была месть боевиков. А ЦРУ напрямую нарушила приказ президента США, который запретил разведчикам держать пленников. «Главное, чтобы Белый дом не рассказывал нам больше сказки о том, что это был стихийный протест против фильма «Невинность мусульман». Это была ложь, в том числе и со стороны президента Обамы». Версию о фильме чаще всего называла постпред США при ООН Сьюзен Райс, ссылаясь на данные разведки. Экс-глава ЦРУ Петреус, которого все-таки заставили прийти в Конгресс, заявил прямо противоположное. Мол, с самого начала был уверен, это были не демонстранты, а террористы. Быть может, совпадение, но в тот же день основные СМИ прекратили информационные атаки на генерала. Не скрывали сожаления от такой боевой потери и многие конгрессмены. Генералы у нас возведены на пьедестал. Вот все говорят, Петреус такой талантливый, при нем прогресс был достигнут в Афганистане. Интересно, его кто-нибудь в глаза видел, этот прогресс? Вместе с Петреусом закатилась, похоже, звезда генерала Алина. Его назначение на пост командующего войсками НАТО в Европе отложено. Под большим вопросом и карьера Сьюзен Райс, которую прочили в госсекретаре. Вполне вероятно, что в команде переизбранного Обамы, которую он сейчас формирует, будут другие имена. Александр Христенко, Андрей Салимани-Лежнев, Елена Соколова. Вести недели. Вашингтон, США.